Это наше место родное. Вокруг него находится поселение деревни Славань, пристар, хутор. По церковным документам значится, что в 1867 году здесь находилась церковь и стояла как сторожовка лесничага. Церковь была деревянная. Съезжались с большой округи. Это место относилось тогда к Екимово-Слободской волости Речицкого уезда Минской губернии. И в 30-х годах церковь была разрушена. Была разрушена она комсомольцами. И часть ее была связана в Асташковичи на школу, а вторая часть деревянная была связана в деревню Осов, тоже на построение школы. Это сейчас уже заросники здесь, а тогда находилась очень прекрасная была дубрава. Здесь стояли дубы великаны. Но в памяти людей, в памяти нашей даже, мы церковь не видели. Мы только знаем, что всегда на Троицу. Почему на Троицу ходишь сюда? Потому что церковь называлась Свято-Троицкая. Церковь имя Отца и Сына Святого Духа. И всегда в воскресенье съезжалися с окружающих деревень, сходилися. Здесь обновлялись окросты. Здесь текла еще до осушения Славанского болота. Здесь била крыничка. И легенда гласит о том, что стоял камень, большой валун. И был отпечаток как божьего детского следка. И вот эта крыничка била, и вода как раз заливала эту умятину, этот следок. Люди приезжали и набирали воду. И считалось, что она, как легенда гласит о том, что она священная, что она излечивает от разных болезней и прочее, и прочее. Для хутора это место особенно святым, потому что как раз в день Святой Троицы, в 1943 году немцы сожгли деревню Хутор и вместе с ней сожгли 99 жителей. Это был святой праздник. В половине второго дня окружили деревню. И вот с тех времен люди ходят сюда, как и многие другие места, где были когда-то церкви, место это назвали прошлой. Идут сюда просить прощения за какие-то грехи. Идут сюда просить у силы божественной, у Святой Троицы, чтобы семьи были здоровыми, чтобы даже если болеет кто-то, приходят сюда. Это наша история. История наших предков, история наших дедов, история наших прадедов, родителей.